Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря отчет по инфляции в Канаде. Этот релиз будет опубликован в 13.30 по GMT. Мы следим за парой доллар канадец, шар тимой, то есть покупаем канадский доллар, делая большую ставку на то, что сильный фундамент, последние хорошие макроэкономические отчеты, улучшенные перспективы будут способствовать тому, чтобы канадская экономика чувствовала себя лучше. И, разумеется, все это должно конвертироваться в определенные блага для канадской валюты тоже. Кроме того, рынок нефти, который держится стабильно в районе 85 долларов за баррель, тоже является позитивным фактором для канадской валюты, поскольку канадская экономика является сырьевой и, безусловно, очень сильно коррелирует ее благополучие, в том числе с ценами на углеводороды. По поводу предстоящего релиза. Согласно прогнозам, я рекомендую смотреть на базовый индекс потребительских цен. Нас ожидает снижение с 6,1% до 5,8%. Точнее, прошу прощения, наоборот, динамика с 5,8% до 6,1%. То есть восходящая динамика роста инфляционного давления. И мы прекрасно знаем, что любой центральный банк борется с высоким инфляционным давлением, ужесточая монетарную политику. Ждем заседания Банка Канады буквально через полторы недели. И на фоне потенциального роста инфляции и того фундамента, который я озвучил, есть высокая вероятность того, что канадский регулятор пойдет на еще одно повышение ключевой процентной ставки. И мы должны быть к этому готовы, потому что если решение в таком формате будет принято, то пара доллар-канадец очень быстро улетит к нашей цели 1,32. Друзья, сейчас напомню, котировки 1,34. Индекс американской валюты, индекс доллара 102,10 пунктов. Сейчас мы видим, идет ли восстановление, идет ли уверенный откат от тех минимумов, которые были протестированы еще на прошлой неделе. Ну, я не думаю, что мы сейчас можем говорить о том, что индекс доллара восстанавливается, потому что динамика, ну, крайне вяло, и нужно понимать, что для того, чтобы раскачать индекс американской валюты, нужен хороший фундаментальный катализатор, которым, скорее всего, станут лишь итоги следующего заседания американского регулятора, которое пройдет с 31 января на 1 февраля. То есть нужно будет ждать. Напомню, я придерживаюсь позиций в отношении индекса доллара, как и любой покупатель, ставя на то, что этот инструмент достоин выйти на более высокие уровни, с учетом того, что американская монетарная политика остается жесткой, но не мягкой. Ранее мы разбирали уже, в чем отличие, и я надеюсь, что повторение сейчас этого материала не требуется. То, что американский регулятор, да, я признаю, замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, это очевидно, но все-таки ставка будет расти, и с текущих 4, соответственно, с половиной процентов она достигнет 5% уровня, который, как сам американский регулятор, характеризовал как ограничительный, достаточно для того, чтобы инфляция пошла на еще больший спад. Я считаю, что в ближайшее время все-таки индекс доллара сможет восстановиться, выйти на новые локальные максимумы. И еще раз повторю позицию, что период роста доллара, вот лично для меня, как фундаменталиста, закончится только после того, как американский регулятор завершит очередной цикл ужесточения монетарной политики. Я не ожидаю этого до конца марта. Снова говорят о рецессии. По результатам опроса, проведенного в Wall Street Journal, 61% респондентов полагают, что экономический спад американскую экономику ждет уже этим летом. Причем в первом квартале, согласно этим прогнозам, экономика США может потерять на целых 0,1%, еще более глубокий спад. Ожидает во втором квартале на 0,3-0,4%. И на отрицательной территории мы будем наблюдать экономический рост вплоть до конца 2023 года. Да, действительно рецессия. Но, опять же, если этот риск реализуется, и действительно будут такие показатели, то у доллара, возможно, будут более растянутые перспективы вот этого остаточного роста. И несмотря на то, что я ожидаю, что индекс доллара можно будет шортить уже активно прям во втором квартале, если мы увидим создающиеся условия для неизбежности этой рецессии, то, возможно, придется придержать, опять же, намерение продать американскую валюту. Потому что в любых условиях экономического спада индекс доллара обычно растет. Также сейчас трейдеры обсуждают патологу государственного долга. На этой неделе он будет достигнут. Но, конечно же, лирика, связанная с его обсуждением, предполагает, будет ли вот этот кризис неплатежеспособности американского правительства. Не будет, потому что патологу государственного долга в любом случае повысит. Скорее всего, прямо в последний момент. Но эту тему приятно обсуждать. Еще раз обращаю внимание на очевидный раскол, который остается значительным в верхнем эшелоне власти США. И, мне кажется, под определенным углом, если посмотреть на этот фундаментальный фон, то политический и практический кризис – это тоже сейчас фактор, который может способствовать росту защитных инструментов. Ну, в принципе, доллар один из них. Особенно, если смотреть на доллар таким широким охватом через индекс американской валюты. Золото 1911. Пока настроение по Кайману серьезно не изменится. И до тех пор, пока сохраняется позиционирование, свидетельствующее о том, что толпа золота шортит, я буду все же рассматривать этот аксив как тот инструмент, который может выйти на новый локальный максимум. Поэтому допускаю, что хаи локальные мы еще не увидели. И по-прежнему жду движения в район 1940-1950. По доллару канадцы уже разобрались. Ждем, соответственно, отчет сегодня в 13.30 и настраиваемся на укрепление потенциальной, конечно же, канадской валюты. Доллар иена – 128,61. Пункт сейчас. Судьба японской иены, если вам нужны такие формулировки, решится уже по итогам завтрашнего заседания японского регулятора. Я думаю, что будут сигналы в сторону ужесточения монетарной политики, которые дополнительно могут стать причиной роста японской иены и поспособствовать тому, чтобы пара доллар-иена приблизилась к нашей цели 125. Рынок нефти – 84,64. Сегодня у нас очень хорошее наследие с азиатской сессии. Это блок китайских данных по ВВП. Если оценивать квартальные показатели, в четвертом квартале китайская экономика показала нулевой показатель роста, прошу прощения за эту патологию, но если сравнить с прогнозом на 0,8%, то, конечно же, нулевая динамика – это существенно лучше, чем могло бы быть. Годовой показатель – 2,9%, прогноз – 1,8%. Такие же позитивные цифры были и по промышленному производству, и по рыночным продажам. Китайская экономика неплохо завершила 2022 год, сохраняет пока что оптимистичный задел на дальнейшее восстановление экономической активности с учетом инициатив китайских властей по открытию границ, отказа политики нулевой терпимости к ковиду и не принятия решений о повторных ограничениях и локдаунах. Импорт нефти, кстати, в Китае в декабре вырос на 4%. Я думаю, что эта динамика может сохраниться и дальше. Учитывая такой фон, на вебинаре вчерашнем говорил, что если данные не разочаруют, то, может быть, нефтянку можно будет рассмотреть как еще один инструмент для добавления в портфель в списке длинных позиций. И сегодня я предлагаю, друзья, сделать это. Я считаю, что бренд в ближайшие недели продолжит восстановительную динамику и сможет протестировать 90 долларов за баррель. Рынок криптовалют. Биткоин 21 175 долларов за одну единицу биткоина. Сейчас не ожидал, что будет такое стремительное локальное восстановление, но, возможно, рост доллара, точнее, рост биткоина обусловлен снижением курса американской валюты. Это традиционная такая корреляционная связь. Если растет доллар, биткоин снижается, так же, как и снижаются все рисковые инструменты. И обратная динамика тоже справедлива. Возможно, так же, интерес к биткоину, так же, как и прочим альткоинам, прочим представителям рынка криптовалюты был подогрет сообщениями, скажем так, кризисной команды, которая занимается банкротством биржи FTX, потому что были найдены возможности и получены доступы к активам на 5 миллиардов долларов, которые, конечно же, будут распределены среди тех, кто потерял средства во время банкротства этой биржи. Но в то же время, я считаю, что восходящая тенденция не является устойчивой, поэтому настроения могут очень быстро измениться. Обращаю ваше внимание, что по-прежнему продолжается отток средств из фондов, которые специализируются на биткоины и других цифровых активов. Эта динамика легко заметна, и ее легко можно проанализировать на сайте CoinShares. Также сокращаются объемы торгов, обращаю внимание, что это непросто. Так, друзья, как правило, такая ситуация может быть привестником еще более глубокой коррекции. Да и, опять же, если интересно мнение моих коллег, многие допускают, что биткоин легко может вернуться в район 15 тысяч, и такой позиции придерживаются многие инвестбанки. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!